У полицейских опасная работа. Когда полицейские останавливают автомобиль на дороге, они понятия не имеют, что может случиться. Сотрудника полиции в Америке часто называют коп. Работа полиции заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность. Если у вашего соседа музыка играет слишком громко, вы должны позвонить в полицию. В Америке полицейский должен зачитать подозреваемому его права перед тем, как допросить его. Если вы получили штрафной талон от полицейского, то вы должны решить этот вопрос в суде. Полицейские в США не являются судьями. Вы можете оспорить штрафной талон в суде. Полицейский должен проходить непрерывное обучение. Полицейские постоянно практикуются в стрельбе из огнестрельного оружия. Если вы хотите стать полицейским, вы должны быть в отличной физической форме. Некоторые полицейские департаменты требуют от заявителей иметь высшее образование. В США даже полицейские собаки имеют свои уникальные значки. Значки различны для каждого отделения полиции. И все они отображают уникальный идентификационный номер сотрудника. Если вы видите на американской дороге полицейский автомобиль с мигалками, вы должны прижаться к правой стороне дороги. Сотрудники полиции должны пройти проверку, прежде чем быть принятыми. Когда полицейский просит вас предъявить ваш идентификационный документ, вы должны его предоставить. Игрушечное оружие в Америке имеет наконечник оранжевого цвета для того, чтобы полицейские могли отличить его от настоящего оружия. Если полицейский задает вам вопрос, вы не должны давать ложный ответ. Психология играет очень важную роль в работе полицейского. Если вы оспариваете штрафной талон в суде, то полицейский, который выписал его вам, должен явиться и дать показания. Полиция часто имеет сотрудников, которые преподают классы для общественности. Если вы попали в автомобильную аварию, вы должны позвонить в полицию, даже если ваш автомобиль не был поврежден. Полиция также должна следовать закону. В Америке вы можете не разговаривать с полицейским, пока вы не поговорили с адвокатом. Полицейский должен сообщить вам о вашем праве на адвоката, прежде чем вы станете отвечать на вопросы. Большинство сотрудников патрульной службы носит бронежилет под формой. Полицейские также должны научиться управлять автомобилем на высокой скорости. Многие департаменты полиции используют нелетальное дистанционное электрошоковое оружие против тех, кто оказывает сопротивление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...